Итак, наша цель в семейной жизни понять друг друга. Надо сначала разобраться, как работает человек, человеческая психика. Психика абсолютно разная. Надо несколько моментов в семейной жизни понять, несколько моментов. Первый, самый главный момент, что надо понять, то, что мы ждем, что я хочу любви, чтобы вот счастье всегда с человеком было, вот эта мечта, которую мы имеем, а второй половинке, я хочу любви в отношении, в жизни. Это все просто иллюзия. Никакой спонтанной любви не бывает в жизни. Все, что Бог дает, дает на время. Влюбленность кончается обязательно у всех и всегда. Причем в каждых новых отношениях кончается быстрее. У меня есть один знакомый, московский озорной гулятор. Вот, ему там было, когда я с ним общался, было больше сорока лет. И он постоянно одна, а девушка вторая. Он меня спросил, говорит, у меня какая-то проблема одна есть. Я говорю, какая? Он говорит, что-то любовь становится все короче и короче. Так и будет дальше. Потом вообще на один день останется любви тебе по зубе. Влюбленность это, а не любовь. Потому что когда человек, это первое правило, не надо мечтать о бесконечной любви, не будет этого в жизни никогда. Оношения остывают у всех людей. Все заканчивается всегда. Второе правило. Обязательно будут муки. Плохо будет в отношениях обязательно. Потому что когда люди сексом занимаются, они обвениваются тяжелой судьбой вместе. Они завязываются тяжелой судьбой совместной. И эта завязка тяжелой судьбой создает возможность исправляться. Потому что когда тебя не мучают, ты лучше не станешь. Муки будут обязательно. Это второе правило. Надо это знать. Нет таких семей, где бы люди не страдали. Такого не бывает просто. Близкие отношения начались, боль началась. Пока не было близких отношений, не было боли. И третье правило. Обязательно с каждым человеком может быть счастье. С любым. Даже если ты считаешь, что это невозможно. Может быть счастье обязательно. Для этого нужно учиться к нему идти. Идти к счастью, это как идти в пропасть. Идти против желания убежать, желания комфорта, прощать, принимать людей, человека, служить ему, верить, что он исправится. И постепенно ты чище, чище начинаешь видеть человека. И постепенно приходит вот это вот серебряные свадьбы, негаснущий костер, серебряные свадьбы, душевный разговор. Очень редкая вещь. Люди в основном в сердце не открывают друг другу, в семье живут. Опасно. Даже открываешь, он тебя понять не может. Люди живут вместе, они думают, мы близкие люди. Какие вы близкие? У вас есть общие интересы. Дети, семья, работа. Близкие означают душевный разговор. Ты все сказала честно человеку, он очень глубоко тебя понял. Это называется душевный разговор. Не дешевая вещь. Только через годы жизни люди по-настоящему любить друг друга начинают. Первая стадия принятия. Сначала надо привыкнуть к человеку просто. Понять, что вот он такой и это хорошо. Это мой человек. Приняла, домой идешь отдыхать, а не ругаться. Почему? Потому что ругаться не с чем, все приняла. Вторая стадия уважения. Начинаешь видеть чистоту в человеке, за это его уважаешь, ценишь. Он это тоже чувствует, начинается, любовь начинает двигаться в отношениях. Хорошо становится жить вместе, потому что есть уважение. Ты не хочешь думать о плохих качествах, вспоминаешь хорошие, уважаешь человека, легко становится жить. Третья стадия верность. Означает глубокое чувство к человеку. Возникает глубокое чувство очень. И вещи совершенно потрясающие в жизни начинают происходить тогда. Вот в этом смысл семейной жизни. То есть надо верить в это, в эти три стадии. Надо верить, что так будет обязательно. Иначе человек не может быть счастливым. Не верить в эту чистоту отношений, значит ничего не будет хорошего. Когда ты чистоту видишь в человеке, тогда удивительные вещи происходят. Понимаете, сейчас подмена произошла. Люди думают, что любовь это качественный секс. Они думают, вот это и есть любовь. И они думают, вот она, любовь, пошла. Это не любовь, это просто наслаждение отношениями. Любовь это сердце, в сердце находится любовь. Глубокие чувства друг к другу. Чистота. Вот допустим, закрываю глаза, вспоминаю близкого человека. Светлая память о нем идет. Изначает глубокие отношения. Вспоминаю, боль идет. Значит между вами грязь. Зубы, как надо чистить, изо рта воняет, если не чистить. Так и отношения надо чистить. А чтобы чистить отношения, нужно не с человеком больше разговаривать, как мы думаем, сейчас я ему сейчас расскажу. Не поможет. Грязь между сердцами находится, а не между вашими языками. Сердце очищается с помощью внутренней жизни. Когда ты думаешь о Боге, наполняешься чистотой и желаешь счастья близкому человеку. На природе бегаешь, наполняешься природой, желаешь счастья близкому человеку. Хорошие отношения в коллективе имеешь, получаешь счастье от отношений, желаешь счастья близкому человеку. Счастье получила, пожелала близкому человеку. Ниточка между вами стала лучше, очистилась. Иначе все будет хорошо. Первая стадия спокойствия в сердце. Вторая стадия отношения. Я могу уже с ним разговаривать без боли. А третья стадия меняется изнутри. Первая стадия. Я спокоен, чувствую, что бросит пить. Вторая стадия. Ему говорю, он прислушивается уже. Вторая стадия. Он слышать начинает. Совесть у него начинает работать. Третья стадия. Бросает пить. Поднимите руку, у кого бросил пить. Благодаря лекции. Смотрите. Видите? Вон, вон девушка. Вон женщина. Вон, вон, вон поднимает ручку. Вон она. Еще у кого? Бросил прямо. Вот молились. Работали над собой. Взял и бросил. Еще одна подняла. Видите? А у кого уже начал бросать? Лучше становится. Поднимите руку. Не стесняйтесь. Я знаю, два человека в зале. Чувствую, есть кто уже бросает. Не бойтесь. Поднимайте руку. Боятся. Сглазить. Даже немножечко. Чайная ложечка. Это уже хорошо. Но тем более полный коршот. Первый раз на лекции пусть. Второй? Узнаете потом, позже. Все. Невозможно по чуть-чуть выпивать. Мои хорошие. Так же, как целоваться чуть-чуть невозможно. Или сексом чуть-чуть заниматься невозможно. Или это ты делаешь, или нет. Потому что чуть-чуть означает уже не чуть-чуть. В этом случае. Чуть-чуть нельзя пристрелить никого. Беременной нельзя чуть-чуть быть. Есть события, которые меняют всю жизнь человека. Преступление нельзя чуть-чуть совершать. Позавершил, все. Жизнь меняется полностью. Изменил жене, чуть-чуть изменять нельзя. Изменил жене, вся жизнь меняется. Забеременела, вся жизнь меняется. Выпил, вся жизнь меняется. Но понять это сложно. Поэтому не беспокойтесь. Придет время, поймите. Но ничего страшного. Все можно исправить. Вы только мужу не говорите, когда домой придете. Что все. Нас вся жизнь испортила. Надо так говорить. Ничего не испортилось. Все хорошо. Человек пьет, потому что он не может отдыхать. Не может снять с себя напряжение. Это искусственное снятие напряжения. Искусственная жизнь в результате жизни в городе. Все, значит, уже пошло. Понимает, не может ничего с собой сделать. Есть стадии победы над собой. Первая стадия. Человек понимает, сделать ничего не может. Вторая стадия. Хочет сделать и начинает что-то делать. Третья стадия. Получается. Четвертая побеждает. Все нормально? Давайте сейчас немножко, может быть, обсудим то, что я уже рассказал. Я не буду дальше развивать тему, потому что чувствую немножко подустали. Поэтому мы сейчас практически побеседуем, потому что на примерах жизни очень раскрывается все. О том, о чем я сегодня говорил. У вас есть вопросы у кого-то? У вас? Давайте микрофончик. Сейчас мы будем обсуждать. У нас на лекциях есть такая тоже идея, что мы обсуждаем все глубже, пытаемся поднять. Слушай, поставили диагноз в поле Бехтерева. Не должно быть злого осекли, в случае чего-то... Вам болезнь Бехтерева. Болезнь Бехтерева – это напряжение. Напряжение идет от нехватки энергии Земли. На каком этаже вы живете? На третьем. На третьем. Смотрите, что нужно делать. Упражнения сами вам не помогут, потому что вам нужно сжигать напряжение в позвоночнике. Оно сжигается только одним способом. Если вы будете долго, монотонно гулять, лучше быстрый шаг и двигаться долго-долго-долго-долго. Вот мне кажется, вам надо где-то 4,5-5 километров в день проходить и в конце стоять еще возле дерева обязательно. Потому что спокойствие, энергия и спокойствие в организме. И все, у вас все вылечиваться начнет. У вас просто напряжен организм, не хватает энергии Земли. Когда вы будете гулять, думайте о Земле. Вылечитесь сначала. У вас полтора года тяжелый период, связанный с этой болезнью. Начните сейчас делать то, что я сказал. Наполнитесь силой. Через полтора года можно уже беременеть. Сейчас нельзя, потому что напряженный организм. Выкидыш будет просто. Рано сейчас об этом думать. Давайте вы спрашиваете. Вот вы женщина, да? Видите, какой вывод можно сделать? Что вот просто наполняться энергией, человек вылечивается. Понимаете? Такая тяжелая болезнь. Вылечивается. Нам не хватает силы просто в жизни. Да? Не стесняетесь говорить? Вы женщина, поэтому заволновались. Наверное. Не надо больше улучшать. Вы не знаете, что через маму вы получаете страдания. У вас очень сильная и болезненная связь с ней. Вам не хватает дистанции. Чуть-чуть подальше надо быть от нее. Чуть подальше. Не пытайтесь сделать абсолютно хорошие отношения с ней. Это невозможно. Потому что там идут страдания. Там, где страдания идут, нельзя слишком приближаться. Если плита горячая, руку на нее класть пытаться нельзя. Даже если вы любите эту плиту, она вас будет обжигать всю жизнь. Потому что она горячая. Это ее природа. Также у мамы вашей такая природа. Она вас перегружает своими эмоциями. Когда вы рядом с ней, вам плохо становится. Потому что между вами такая связь. Чуть-чуть подальше. Не надо все близко к сердцу принимать. Вот это вам не хватает понимания просто. Да, и от дома переезды. То есть это переезды не будет в богостоянии? Куда в переезд? В другой город. От нее удрать хотите? Да. А может быть вам удрать от нее просто в сердце? Не надо так близко себя вести. Вы же потом будете себя кореть. Она же болеет, да? Да. Но потом будете мучиться. У вас же совесть очень сильная. Вы будете мучить себя, что вы ей помогли в нужную минуту. Вот и не приближайтесь. Помощь это же не приближение. Приближение это происходит в словах, в беседе. Не надо много болтать с ним. Желайте счастья в сердце. Заботьтесь, помогайте. Будьте подальше чуть-чуть. Вам это станет легче. Видите, какой вывод? Есть люди, с которым всегда будет тяжело. Это может быть сын. Может быть даже муж. По судьбе иногда так у людей бывает, что с мужем тяжело всегда. Это может быть теща или сноха. Ничего не поменять. Вот такая ситуация. Все, вот так судьба сделала так. Что делать? Желать счастья в сердце. Не надо много прояснять отношения, как некоторые психологи говорят. Надо прояснять отношения. Вот между Америкой и Россией хоть проясняй отношения, хоть не проясняй. Судьба тяжелая, и все, тут ничего не сделаешь. Желать счастья просто. Другой другу счастья желать. И подальше держаться. Ваш вопрос. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Желаю вам, пожалуйста, спросите, пожалуйста, что за совершенные герои? Это чисто женский вопрос означает, что надо сказать, вы хороший человек очень. Все правильно у вас, все правильно. Чтобы мы не могли сказать, что в жизни как-то, да? Все так, все хорошо. Тогда говорите, что хотите сказать. Я никогда не была замужем? У меня один раз. Ну, нормально, тренировалась. Нам надо учиться, правильно себя вести, просто понять мужскую природу. Ну, конечно, вы ломали мужиков просто. Все и... Внешне стараться быть помягче. Допустим, мужчина говорит что-то, вы хотите его скосить словом. Просто согласитесь. Делайте вид, что согласны. И вам легче станет жить. Надо поменять мышление просто. Не надо сильно доказывать. Все равно понять мужчине, женщине, понять друг друга практически невозможно. Доказывать свою женскую правду не надо, бесполезно. Соглашайтесь больше. Лучше мир, чем война, понимаете? Лучше принимать правду друг друга, соглашаться, что она есть. Понять практически невозможно. мучить женщине, мужчину понять практически невозможно. Мужчине, женщину. Как просто другая планета. А вы доказывали свою правду и разрушили отношения просто. Финансы означают общество, люди. Финансы означают отношения с людьми. Больше любим людей, больше служим людям. Проходит время. Три стадии там есть. Первая стадия. Больше друзей. У вас друзей много? Нет. Первая стадия. Больше друзей. Вторая стадия. Появляются связи. То есть сначала горизонтальные связи. Слушайте, вкладываем. Как сделать так, чтобы нормально жить? Смотрите, сначала служим людям, идут горизонтальные связи. Горизонтальные. Друзья, знакомые, увеличивается вот это отношение с людьми. Больших отношений, хороших с людьми. Вторая стадия. Вертикальные связи появляются. Появляются люди, которые тебе покровительство уже дают. Уважают тебя. Старшие начинают тебя уважать. Третья стадия. Возможности появляются от старших. Они тебе начинают помогать уже в развитии. Это все 100% так работает. А еще четвертая стадия, когда тебя начинают младшие уважать и считать тебя старшим. И тогда ты получаешь вообще просто счастье в отношениях с людьми. Потому что они открывают тебе сердце, любят тебя. развивайте свои отношения с людьми и тогда будут деньги. Это как результат. О деньгах вообще не надо думать. Те люди, которые думают о деньгах, они ничего не получают. Те люди, которые думают о людях, получают все. Деньги — это результат отношений с людьми. Вот когда Геннадьевич, не надо мне про природу говорить, у меня геморрой. Понимаете, геморрой. Не надо мне про геморрой говорить. Геморрой — это означает, не хватает энергии природы, связи с природой. Означает напряжение в теле. Вены выпячивает наружу. Почему? Потому что энергии земли не хватает. Будь ближе к земле, расслабься, люби землю, все пройдет. Точно так же будь ближе к людям, появятся деньги. Потому что деньги — это энергия отношений между людьми. Запомните. Это не само по себе что-то, как мне говорят, деньги, товар, деньги. Какой товар? Если у тебя нет любви к людям, как ты продашь свой товар? Вот просто идите в эти торговые ряды и посмотрите, как это происходит. Если вы видите, вот стоит торговка, допустим, она любит людей, она смотрит на всех, ей люди нравятся, к ней все идут покупать. Стоит, иди ко мне, иди ко мне. Да пошла ты. Вы услышали меня, нет? Директор завода, ты приходишь к нему на прием, он смотрит на тебя, как на человека. Садитесь, пожалуйста. Все, он будет процветать. Сто процентов. Он любит людей, поэтому власть ему гарантирована. Почему он стал старшим? Потому что он любит людей. Его тоже все любят. Если человек искусственно стал старшим, там папонька помог, никто его не будет любить. Я в таком случае спрашиваю, вот у вас есть хотя бы один человек, который вас не любит? Поднимите руку, а у кого есть человек, который вас не любит? Тяжело жить? Но один человек не любит. Тяжело? Тяжело. А если тысячу человек не любит, директор завода? Капец. Инфаркт, инсульт. Я вам точно говорю, инфаркт, инсульт. Все. Жить невозможно в этом случае. Хоть ты и ходишь, пузо как бы вперед, пальцы веером, но все равно это не поможет, потому что люди друг с другом в сердцах связаны. Здесь хоть как пальцы оттопыривай, все равно ты будешь чувствовать, что тебя не любят, понимаете? И все равно тебя это подкосит по-любому. Хоть ты хочешь, хоть не хочешь. Поэтому только любовь к людям дает социальную силу. Нет больше никакой другой социальной силы. Все остальное временно и искусственно. Учись любить людей, правильно к ним относиться, станешь сильным, станешь влиятельным. Есть разные виды любви. Например, любовь старшего есть. Знаете, что это за любовь старшего? Есть женщины, у которых вот этот взгляд матери просто зашкаливает. То есть они как мать себя ведут со всеми. Все. Она будет, пожалуйста, хоть куда, хоть депутат там, хоть куда. Если она мать, вот для всех, у нее есть эта материнская сила, она будет старшей однозначно в обществе. Мужчина тоже, если он отец, он как бы заботится обо всех, он старший, в нем эта сила есть. Он будет старшим, его везде выдвинут, выберут, там заставят, если сам не хочет. А если я говорю, ты каким-нибудь директором завода не получится, надо иметь силу, сила в отношениях создается. Как человек, допустим, с гирями отношения строит, у него оп, мышца результат отношений с гирями. Строит отношения с гирями, будут мышцы. Результат отношений с людьми – власть. Все, все очень просто. Будь сильным, все будет у тебя внутри. Если, допустим, меня парень спрашивает, Олег, Геннадий, что-то я не могу им тебе везде руку носить. Ну? Стань сильным, будет девушкой. Стань мужиком. Все понятно? Сила нужна, сила для всего. Есть сила отношений, мужская сила, женская сила. Силы нет, ничего не будет. Ваш вопрос? Как строить отношения с начальником, у которого нет силы? Вдохновлять? Или уходить с работы? Вопрос. Как строить отношения с начальником, которым нет силы? Вдохновлять его? Уважать? Как вдохновлять? Верить, уважать, вдохновлять? Или уходить с работы? Не можешь вдохновлять такого человека? Уходи. Не мешай ему. Ну, ничего, получится со временем. Вот, допустим, у нас плохая страна. У нас плохая страна, у нас плохая страна. У нас плохое правительство, пилим правительство, пилим. Хорошо, пилим правительство, что произойдет? Революция. Всех поубивают, будет разруха. Дальше что будет? Голод, нищета. Еще хуже будет, да? Погайть про нас, погайть про нас. Не пилить надо правительство, а вдохновлять. Верить в старших, верить в страну, верить в правительство, верить в жену, верить в мужа, верить в сына. Когда мы верим во всех, все процветает. Пилим, все разрушается. Система понятна? Если не верить государству, то даже уродина не будет. Конечно, так они этим и занимаются. Они деньги специально сюда сейчас впихивают миллионами, миллиардами просто, для того, чтобы начали пилить, сами начали пилить свое правительство. Все, дальше все будет разрушено, костей не соберется. и страна в хаос придет полный. То, что сейчас на Украине происходит. Я приезжаю на Украину, говорю, верьте в свое правительство, сейчас хотя бы начните верить. Хотя бы сейчас, иначе вообще все будет разрушено. Верьте в старших, не будет войны, будет сила. Государство будет сильно, когда младшие верят в старших, все. А если они неправильно все делают, ничего научатся, все сначала неправильно, делают. Власть – самое большое испытание. Очень трудно быть при власти, очень трудно. Каждому человеку, любому. Поэтому не надо судить. Верьте в старших, будет сила. Верьте в жену, будет верность. Верьте в детей, вырастут сильными людьми. Такая стена. Вера берется от Бога. Поэтому каждый человек должен учиться быть верующим. Если он верит сначала в Бога, человек в святость, сначала человек начинает верить. Он сначала в святости, чистоту видит Боги. Потом он начинает чистоту видеть старших, наставники. Потом он начинает чистоту видеть просто в людях, в жене, в муже, потом в детях и так далее. И так он в чистоте живет. Когда человек верит, верующий человек означает видит чистоту, позитивный человек. Не грязь видит, а неверующий это то, постоянно недовольный. Почему недовольный? Он в грязи живет. Поэтому веды объясняют, они сравнивают с насекомыми. Есть сознание пчелы, сознание мухи. Пчела и муха летят к сладкому. К одному это. Они любят сладкий вкус. И та, и другая. Пчела летит к нектару, к пыльце. Она хочет. Она нектар, пыльца это энергия любви цветка. Она летит, летит к любви. Она все гибает, ей больше ничего не надо. Только нектар, только пыльца нет здесь. Она летит дальше. Нашла любовь, взяла. Принесла к себе в улей. Опять за любовью полетела. Устала, там осталась. Меда наелась. Мед ее облипла вся в меде. Мед это энергия любви. Вся в меде лежит. Не может даже крыльями пошевелить. Вся в меду полностью. Ее облизали пчелы другие. Облизали, она встала, полетела дальше за нектаром. Вот так жизнь пчелы происходит. Пчеловоды знают, не надо слишком далеко, чтобы цветы были, иначе она по дороге погибает, не долетев. Она даже себя не помнит от этой памяти о сладком вкусе, она погибает. Муха тоже летит к сладкому, но по дороге смотрит бардак. Надо разобраться в этом вопросе. Подлетает к этому вопросу. Там гоня от него идет от этого вопроса. И там и живет потом. Там они попарыши заботятся в этом вопросе. А сладкого тоже любит. Муха. Есть сознание мухи, есть сознание пчелы. Пчела только видит, только нектар. Только чистоту видит, только сладкое видит, только любовь. А муха видит недостатки. Надо воспитывать себе сознание пчелы. Сознание мухи не надо воспитывать. Оно и так у нас есть. Чего его воспитывать? Надо его уничтожить. И есть еще одно сравнение в ведах. Это лебедь и ворона тоже. Это сравнение очень сильно в ведической культуре, потому что слово лебедь на санскрите звучит хамса. А святой человек парамахамса. Святые говорят парамахамса. Кто такой парамахамса? Высшие качества лебедя в нем. Какие высшие качества лебедя в нем есть? Какие у лебедя высшие качества? Первое качество. Чистота. Чисто белый, чистый цвет. Белый цвет. Он только в чистых водоемах живет, лебедь, в грязных не живет. Второе качество. Он берет, если, допустим, молоко в воду налить, он берет воду с молоком, по стенкам вот так вот крутит воду, молоко всасывается, воду выплевывает. Точно так же и человек, он чистую жизнь ведет. Плавает по воде лебедь, перья сухие остаются, не смачиваются. Человек живет в жизни, в обычной, со всеми людьми, но не смачивается. Живет чистой жизнью. Плохо ни о ком не думает, никому плохо не говорит. Чистый означает правильно все делает, не грешит. Берет из жизни суть, оставляет все сплетни, всю заразу из себя выплевывает. Понимаете? Дальше плывем в одном направлении. Следующее качество лебедя. Люди в семейной жизни смотрят вперед, они ради одной цели вместе живут, у них есть интересы общие какие-то, они ради этого живут, они друг друга не пилят, друг на друга не смотрят, недостатки не выискивают, смотрят вперед. Верность лебединная. Одна птица погибла, вторая тоже за ней. По одному не живут. Верность. Следующее качество. Верность быть верным, не бросать близкого человека. Следующее качество лебединого. Молчание. Вороны каркают, вороны в грязных местах живут, вороны черные. Вороны не отличают зло от добра, все жрут подряд. Молоко не высасывают, воду не выплевывают. Все, что попалось, то и жрут. Понимаете? В этих примерах можно понять, как жить. Лебеди только с лебедями. С чистыми надо общаться тоже. Общение правильное все надо. Нужно с грязью не делать. Какие еще вопросы? Ваш вопрос? Как? Это алкоголизма? Микрофончик дайте. Дайте микрофон, ничего не слышишь. Ей микрофон дайте. Женщине, да? Да, работаю очень раз, занимаюсь своим делом, но настолько много работаю, что делаю себя, потому что вот так. Вы немного работаете, вы просто погруженно работаете, вы погрузились в работу. Работа – это ваша жизнь. То есть, смотрите, работа – это что для женщины? Это для женщины отдых, а не жизнь. Женщина на работе отдыхает. Жизнь – что такое для женщины? Это дети, муж, родственники. Там находится труд женского сердца. У вас семья есть? Нету. Значит, вы не работаете. Вы не трудоголик. Вы отдыхоголик. 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 Да? Вы хотите отдыхать только в жизни, работать не хотите. Вы даже боитесь смотреть в ту сторону. Боитесь замужем выходить? Да. Боитесь, потому что девушка красивая. Сто процентов укаживают, предлагают, да? А вы это… Гуд-бай, мой лог, гуд-бай. Так, что бывай, бэби, так, что бывай. Не приставай. Я поцелую, бэби, повода нет. Вас потревожил, бэби. Солнечный свет. Женщины, послушайте меня внимательно. Все ручки опускайте, слушайте. Слушайте. Есть одна проблема. У вас внутри, у всех есть одна проблема. Вы боитесь расстаться со своим спокойствием, комфортом, уютом. Ведь хорошо же, когда тебя никто не беспокоит, женщина. Когда тебе вот хорошо, никто тебя не трогает, не беспокоит. Отлично. Это называется одиночество. Причина одиночества не в том, что никого нет вокруг, а в том, что очень трудно расстаться с покоем. Покоем, покоем. Лучше уж работать целыми днями и забыть о том, что ты одна, чем взять и просто принять этот факт, что женщина должна жертвовать собой, близким, жертвовать, а не просто жить в спокойном одиночестве. Надо себя отдать, пожертвовать. Хоть это трудно, но это жизнь женщины. А если она работает и фи-ля-ля весь день, это не жизнь, это отдых. И смотрите, когда женщина на работе целый день, хоть женщина и работает в семье, она в семье же и получает корни питания. Когда женщина нет в семье, ниоткуда питаться, она обесточивается и истощается. В результате три стадии, четыре стадии на работе проходят. Первая стадия – мне нравится. Он говорит, мне нравится. Вторая стадия – устаю. Вы уже почувствовали вторую стадию. Третья стадия – надоело. Четвертая стадия – ухожу. Это не моя природа. Конечно, не ваша природа. Не ваша природа работать – это не ваша природа. Ваша природа заботиться, любить, отдавать себя. Вот это ваша природа. А работать – это отдых для вас. Поэтому задумайтесь просто. О чем женщина думает, туда идут ее силы. Если она думает целый день о работе, силы туда идут. И вы говорите, что-то я еще не могу сосредоточиться на том, чтобы выйти замуж. Туда сил не направляете просто. Вы задумаетесь о своей личной жизни. Вот о чем вам надо задуматься. И тогда туда силы пойдут. Вы на работу будете приходить, между делом все делать, там все нормально. Ведь вы будете точно так же работать между делом. Точно так же. Если у вас силы идут в семью, тогда есть корни в вашей жизни, понимаете. И тогда у вас щечки станут румяненькие такие. Крепкий взгляд станет такой счастливый. Сердце будет прожигать. Да, вы задумаетесь о семье, о личной жизни. Мужики нюхают, чуют это за километр. И все, сразу появится кто-нибудь. Ухаживать, заботиться. Женщины просто не знают. Они не имеют образования, как жить правильно. Потому что природа такая у женщины. Она что имеет, тому и привязывается. Вот допустим, Бог ей дал школу, институт. Она специальность выучила. И раз к этому привязалась. Все, у меня есть работа. Это моя защита, работа. Я там получаю деньги, мне хорошо. Все, я ни от кого не завишу. Мне как бы все вроде крепенько так стало. Хорошо. Это иллюзия. Нет опоры к работе у женщины. Нет опоры. Она высыхает там, становится несчастной. Потом меняет другую работу. Она получает постоянно там сердце ранения от всяких начальников, сотрудников. Она привязывается, как в семье, к этим людям. Они чужие. Они ее ранят, ранят, ранят. Привязываться надо только в семье, к близким людям. Там, по крайней мере, можно трава покачать. Работу не покачаешь особо. Нет прав у женщины на работе. Если она начинает свои женские права там устанавливать, ее выгоняет. Кому она там нужна? Она там не нужна, как женщина. Она там нужна, как работник. Как работник, как инструмент по высасыванию силы. Если мужчина работает, то он наполняется силами. А женщина, когда работает, она истощается, становится сухой, несчастной и больной. Когда она в семейной жизни, женщина становится сильной. Мужчина, если сильно в семейную жизнь погружается, высыхает. Мужчина высыхает, надо на работу идти, значит. Первым делом, первым делом самолеты. А женщины, а женщины потом. Мужчины, женщины первым делом семья. Работа, работа потом. Все наоборот. Да? Ваш вопрос. Микрофон. Вот, на первом ряду. Устали от меня уже? Десять минут осталось. Сейчас я уже заканчиваю. А если родственники, как раз, надо работать, а уже не сил, не здоровье, не хочется, все-таки не помню, как-то впечатлить. Денег нет, да? Нет, деньги есть, и заплаты не нужно хватать, в принципе. Вы замужем? Да. Я вот сейчас... Муж гонит на работу? Да. Муж гонит на работу? Ну, он не гонит, он говорит, что мне надо уже на чем-то заниматься, а не просто дома сидеть. Да, это факт. Если вы будете только дома сидеть, вы как ватрушка станете, облейнетесь, это вторая крайность. Женщина, когда дома села, ее уже оттуда не вытуришь вообще. Она, говорит, пригазывается, если ее на работу гонит, она сразу больной становится на работе, все, она умирает. Все, умирает на работе, не выгонишь уже. Потому что, когда она дома прикрепилась, уже корни дала, на работу не выгонишь, все, она сразу болит, все, умирает. А Леонид Геннадьевич говорит, нельзя женщина будет, все, она не хочет уже. Но, но, есть вторая крайность. Если детей нет еще пока, а работы уже нет, то женщина должна обязательно делать какой-то социально полезный труд. Кому-то помогать, кому-то заботиться в меру своих возможностей. Какую-то пользу приносить обществу, может быть, от этого будет чуть-чуть денежек даже. Но ни в коем случае не надо заморачиваться, по-моему, на производстве, на каком-то... Найдите женщину какую-то активную социально. Есть здесь женщины сексуально активные? Тут чем-то социальной деятельностью. Есть женщины, занимаются здесь, нет? Зади. Чем вы занимаетесь сегодня? Женщины должны заниматься социальной деятельностью. Вы что, мои хорошие? Мужики должны пахать на работе, это производство. А женщины должны работать в школах, в институтах, в больницах, благотворительностью заниматься, кормить людей, нищие, заботиться обо всех. Вся сфера заботы – это женская сфера. Тогда все любовью наполнится весь этот город. Женщины должны в сфере отношений работать, а мужики в сфере... Труда... А? Клуб Благост приходите, вот есть Клуб Благост. Там есть акции разные социальные. Здесь три Клуба Благост в Тюмени. В храме что-то делаете, значит? В любом храме куча работы всегда есть, куча служений. Там занимаетесь. Ладно, мои хорошие, нам пора заканчивать. Давайте я вам расскажу сейчас, что будем делать. Будем тренироваться, всем желать счастья. Развивать отношения с людьми. В принципе, я вас сейчас буду учить молитве. Что такое молитва? Ну, то есть, вашей молитвы, вашей вере, ничего менять не будем. Мы просто будем повторять, я желаю всем счастья, как будто бы молитва. Счастья по-любому же надо всем желать, правильно? Смотрите. Человек живет в памяти. Когда человек молится, он не может оторваться от мысли о себе, о своей жизни. Это значит, что молитвы никакой нет. Потому что победа над судьбой начинается, когда память с себя переключается на память о Боге. Если ты себя не помнишь во время молитвы, значит, ты побеждаешь судьбу. Но человеческих сил на это не хватит. Поэтому существует метод с древних времен, что человек не помнит о Боге в своем сердце во время молитвы, а слушает другого от того, кто молится. Потому что есть два способа побеждать судьбу. Один через память, а другой через звук. Звук — это тоже память. Когда ты кого-то слушаешь, у тебя память включается. Но в это время у тебя включается такой вид памяти, который легко контролировать. Я, допустим, кто-то молится, я вместе с ними, как они повторяю, в это время мой разум или сила победы над судьбой включаются очень сильно. И поэтому сначала человек должен учиться молиться с кем-то. Мне часто говорят, Олег Геннадьевич, я молилась, молилась что-то, и ничего не помогло. Я говорю, а вы включали голос кого-то? Она говорит, нет, сама молилась. А в чем думали? Думали о проблеме. Значит, все, шансов нет победить. Память, куда идет, с тем ты и связан. Если память о Боге с Богом связана, значит, тебе сила приходит внутрь. А если связан со своей проблемой, значит, никакая сила внутрь не приходит. Приходит проблема. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...